Ну вот, наконец, мы и добрались до последнего видеосюжета. Данный видеофайл является своеобразным выводом по тестированию связки продуктов. Это Commoda Firewall плюс проактивная защита и антивирус ESET Note версии 5. Данная связка показала себя достаточно жизнеспособной стороны. Прежде чем приступить к оглашению результатов и к описанию того, тех вот нюансов, которые здесь вы видите на экране, я бы хотел сказать, что этот тест и его выводы являются тестом связки и ни в коем случае не должны рассматриваться вами как отдельные продукты. Ну, представьте себе, что я тестировал не два продукта, которые установлены и устанавливаются отдельно, А как, скажем, Билл Гуард, я его установил, он и работает на двух движках. Один движок у него Firewall от Agnitum и антивирус от Bitdefender. Скажем, здесь как будто тестировался один продукт. Само по себе тестирование такой связки мне лично намного приоткрыло глаза. И, наверное, каждый, кто посмотрит тестовые видеофайлы, может почерпнуть для себя много нового и интересного. Потому что, возможно, подбирая вот такие компоненты друг к другу, можно сделать свою машину более защищенной и гораздо более удобной для себя в работе. Ну, начнем с того, что здесь, вы видите, имеется, помимо галочек, максимально возможное количество, это три галочки. Имеются еще такие VIP-штампики у меня. Их имя я буду помечать те компоненты, которые показали какую-то определенную, ну, наивысший, что ли, балл в результате, в результатах своего тестирования, которые я увидел, которые я могу так пометить, потому что действительно есть реальные факты, которые позволяют сделать такой вывод. Здесь вы видите их достаточно много. Я еще раз говорю и предупреждаю, чтобы вы не заблуждались насчет отдельных продуктов. Это связка продуктов, которая показала такой результат только потому, что функционировала совместно. Как эти продукты будут показывать результат свой по отдельности, я сказать не могу. Возможно, здесь результаты будут совсем другие. Ну, теперь давайте перейдем к объяснению. Брендмауэр я в тесте разбил на внутренний и внешний, потому что интерес к просмотру файлов с брендмауэром достаточно большой. Я так понимаю, что людей, посетителей, тех, кто смотрит мои видеообзоры, более интересует именно брендмауэр, его работа. И поэтому я сделал, разбил качество работы на внутренний и внешний. Качество работы в данном случае Коммода показал себя с наилучшей стороны. Пока я считаю, что это лучшее из моих тестирований, которых в принципе не так уж много и было. Но это не важно. Показал он себя хорошо и практически на все запросы реагировал адекватно. То, что где-то имеются пробелы в работе, связанные с утечкой информации через интернет-браузер, здесь все-таки надо адекватно понимать, что интернет-эксплорер достаточно сильно подвержен таким моментам, как утечка информации. И работает, и разрабатывался он, и работает таким образом, чтобы все компоненты, структуры работы Windows были скоростными, удобными и быстрыми в работе. Качество безопасности в данном случае, мне кажется, не является приоритетом для Microsoft. Поэтому и вот столько много вопросов у нас по безопасности там и возникает. Но есть утечка, есть утечка. Это не проблема, если мы используем другой интернет-браузер, которых, слава богу, достаточно много. Поэтому заострять свое внимание на этих вот таких вот специфических тестах, связанных с браузером, я не буду. Однако все остальные тесты достаточно серьезно были пройдены, и очень мало где фаервол давал какой-то пробел. Поэтому я поставил здесь и за внутреннюю, и за внешнюю защиту максимальный балл. Считаю, что данный фаервол заслуживает такого к себе отношения. Далее переходим к самозащите. Вот по поводу самозащиты есть некоторые вопросы. Если на 64-битной системе в тесте самозащита обоих продуктов показала наивысший результат, то есть ни тот, ни другой продукт выгрузить из системы мне не представилось возможным, и мои тестовые программы в 64-битной среде, некоторые вообще не смогли себя проявить и работать нормально. Здесь может быть два объяснения. Либо сами программы не способны работать в 64-битной среде, либо просто 64-битная среда таким программам пока еще не по зубам, и просто не нацелены производители подобных программ на эту среду. Возможно, это является пока выгодным дополнением и плюсом для использования 64-битных систем. Здесь однозначно все продукты показали наивысший балл. Выгрузить мне их не удалось. То, что касается 32-битной системы, несмотря на всю достаточно проработанную систему коммода и максимальную его защиту, все-таки мне удалось найти спецпрограммой момент его слабости, когда компонент удалось выгрузить из системы. При этом, правда, хотелось бы пометить, что сам Windows на эту выгрузку не отреагировал. Он продолжал считать, что Firewall находится в системе, хотя процессов самого Firewall я не нашел. Вопрос двоякий. Возможно, какие-то компоненты, не проявляющие себя активно, где-то как-то существуют и работают. Но, скорее всего, все-таки здесь идет заблуждение Windows. Все-таки компонент был выгружен, и такой неприятный момент с коммода все-таки произошел. Чего не могу сказать про самозащиту нот антивируса, который ни при каких обстоятельствах, благодаря структуре своей работы просто выгрузить было невозможно. Дело в том, что при попытке выгрузить компонент, он, мгновенно ощущая на себе давление и попытку отключения, самостоятельно самоотключается и тут же перезапускается. И вот этот интересный подход производителя к самозащите проявляет себя достаточно надежно. То есть, в любом случае, при обнаружении какой-то опасности, компонент просто делает возможным перезапуск. Двигатель продолжает работать и не позволяя себе отключиться. Очень интересный ход. Пока, по крайней мере, против такого хода я не вижу какой-либо реальной возможности отключения данного компонента, если, конечно, только не покопаться и не написать какую-то спецпрограмму. А так, пока это наилучший результат. Поэтому здесь антивирус получает VIP-статус, то есть, по факту самозащиты я могу констатировать его высокую надежность. Что касается обнаружения. Теперь переходим к обнаружению различных зловредных программ. Наши тестовые модули показали следующее. То, что из 11772 зловредных программ разных направлений, начиная от программ шуток и заканчивая серьезными вирусными поражениями, в интернете на 32-битной системе машина ставила нераспознанными 2082 файла. С флеш-карты эта цифра немножечко увеличилась и составляла 2099 файлов. На 64-битной машине я проводил тест большого файла только с флеш-носителя. И там у нас осталось 1967 файлов, что значительно меньше, чем на 32-битной системе. С чем это связано, тоже сказать не могу. Скорее всего, видимо, есть какая-то разница в модулях, что ли, или в подходе в работе. Ну, что-то меняется, вот позволяя так себя проявить. Что касается реальных цифр, то здесь, конечно, цифры немножко варьируются, потому что я использую для окончательного результата, насколько вы уже знаете, наверное, сканирование MCSoft продуктом, который после чего отметаю остаточные цифры и считаю их как бы допустимой долей погрешности, чтобы антивирус или любой другой продукт не получил какой-либо незаконный статус и незаконное место свое среди тестируемых продуктов. Поэтому будем считать так, что в 32-битной системе при сканировании и распаковке файла из интернета у нас осталось 1470 файлов, из флеш-носителя осталось 1459 файлов. Если говорить про 64-битную систему, то на ней у нас осталось 1253 файла. Таким образом, в процентном соотношении от всех имеющихся файлов мы получаем на 32-битной системе остаток составляет 13,1%, а в 64-битной системе 11,3%. Заметно лучше результат на 64-битной системе. Теперь давайте перейдем к небольшому файлу, который содержал 1895 файлов вредоносных, и эти файлы непосредственно являются более свежими. И тест проводился специфически, специально, чтобы показать разницу между большой базой архива вирусов и небольшой базой архива. И результат у нас получается следующий. Из интернета скачанный файл с учетом изменения папки и названия разархивируемой папки составил на остатки 379 файлов. Просто из интернета неизменяемый файл при распаковке и сканировании в нем осталось 378 файлов. Из флеш-носителя осталось 390 файлов. Если все это пересмотреть с учетом сканирования MCSoft, то реальных зловредных программ на остатки получается из интернета с учетом изменения названия папки 306 файлов, из интернета без изменения названия, то есть как есть, при распаковке 305 файлов, с флеш-носителя 324 файла. На 64-битной системе из интернета при скачке и распаковке на остатки осталось 367 файлов, из флеш-носителя 367 файлов. Цифра одинаковая. Если посмотреть сканирование MCSoft, то мы получаем на остатке 287 файлов реальных угроз из интернета и 286 с флеш-носителя. Почему тут имеется разница на один файл, не знаю, не могу сказать. Возможно, здесь сканер MCSoft какой-то файл почему-то распознал в худшую сторону при сканировании с флеш-носителя. Возможно, антивирусы. Здесь какой-то файл дополнительно доработал. Но не могу на этот вопрос ответить. Я говорю только за статистику реальных цифр. И в процентном соотношении, здесь я рассматриваю в основном интернет, но меня больше, конечно, интересует. Можно сделать вывод такой, что на остатке на 32-битной системе остаток составляет от общего количества 16,7% и на 64-битной системе остаток составляет 15,8%. Ну, как видите, сами по себе цифры достаточно положительные. Несмотря на то, что явно видно, что процент гораздо лучше в базовой комплектации, когда имеется большой архив различных зловредных программ, тут антивирус проявляет себя гораздо лучше, потому что, ну, уже очень много ему известно за этот период времени, и процент распознавания увеличивается в его сторону. Из свежих зловредных программ мы видим, что этот процент гораздо меньше, но, тем не менее, он не намного больше, чем у других продуктов. И, по сути дела, если вот так вот подумать, то компанией ESET остается сделать совсем небольшой рывок, чтобы войти в категорию 10% и меньше, когда за такое сканирование я бы мог поставить за обнаружение три галочки. В настоящее время я все-таки выставляю две. К тому меня подталкивает также тот момент, что на 32-битной системе при сканировании сканирующим модулем MCSoft был обнаружен червь автозагрузки, который можно легко получить непосредственно с флеш-носителя. Это очень неприятный момент. Я считаю, что такие файлы антивирус должен распознавать и уметь распознавать, и стараться выявлять такие угрозы в максимально короткие сроки. Все-таки это серьезная угроза и достаточно может быть распространенной инфекцией, потому что с флеш-носителей все распространяется быстро. Такой мой вывод. Это мое субъективное мнение. Видеотест вы можете посмотреть сами и сделать мнение свое. Но я останавливаюсь на этом. По поводу лечения у нас опять, в который тест, я прихожу к выводу, что те файлы, которыми я заражаю машину, которыми я пытаюсь ее обработать, потом просканировать и на обнаружение, антивирусные продукты не способны проводить нормального качественного лечения. Мы видели, что ESETNOT пытался файлы излечить, то есть он пытался их обработать, но в конце концов все-таки все они были удалены и направлены в карантин с пометкой удаления. И как бы лечению ни один из файлов, согласно данным архива, не подвергся. То есть фактически излечить ему не удалось, хотя попытки такие он проводил и пытался сделать. Здесь условно я ставлю как бы полгалочки с предупреждением на опасность, то есть фактически лечением все-таки антивирус ESET согласно данного теста не занимался, хотя пытался это сделать. Активное заражение тоже не показало каких-либо лечений, то есть блокировать программу блокирует. То, что известно, она обнаруживает, но то, что неизвестно, и то, что известно, она не лечит. По крайней мере, я этого не увидел. На этом переходим к следующему пункту, это проактивная защита. Ну, проактивную защиту, вы видите, стоит штампик VIP. Проактивную защиту здесь существенно внес изменения продукт Коммода в своей работе, его дополнительный модуль обнаружения и песочница, с которой мы работали. То есть практически все запускаемые мной на остатке оставшиеся зловредные программы, неважно, зловредные они были или нет, ну, в кавычках, скажем так, мы-то знаем, что они были зловредные, но если предположить, что это были какой-то набор программ, Коммода все эти файлы запускал в песочнице, определял их степень зловредности, многие из них были удалены и направлены в карантин уже самим Коммода, хотя антивируса в этом комплекте не представлено. Здесь представлены только облачные технологии обнаружения файлов и их распознавания, и песочница. Качество настройки достаточно хорошо показало нам возможность продукта в реальном времени отсеивать все вредоносные программы. Практически ни одна из программ не была запущена, а то, что было запущено, этого достаточно мало. Я все-таки считаю, что за такую работу можно поставить продукту три галочки, потому как, ну, это заслужено. Это просто заслужено. Что можно сказать про ESET Note? Ну, мы его работу здесь увидели достаточно мало, потому что ему Коммода просто не дал поработать. Он постоянно перехватывал процессы, отправлял их в песочницу, и то, что успел Note поймать, были такие моменты, когда он ловил угрозы, ну, и таких моментов было немного. Он себя проявлял, но проявить себя полностью не смог. Я думаю, мы оценим эту проактивную защиту на отдельном продукте ESET Note в полной версии при проведении такого тестирования. И здесь же все-таки VIP-галочка больше идет в сторону Коммода. Теперь давайте посмотрим следующее. Это защита, работа в интернете. Здесь стоит тоже VIP-штамп, и этот штампик заслуженно получает непосредственно Note, потому что вы видели, какой шквал вредоносных файлов и ссылок я запускал при тестировании 32-битной системы. Немного меньше я запускал их в 64-битной системе, потому что там идет комплексный тест, он достаточно сложный и объемный, и, конечно, уже на основании проведения 32-битного теста было понятно, как будет вести себя продукт. Моя задача состояла в том, чтобы подтвердить на 64-битах, что все это обстоит именно так. Мы видели, что продукт просто колоссально блокировал ссылки. В таком количестве у меня ссылки даже Нортон не блокировал, хотя я не сторонник сравнивать продукты. Нортон в интернете тоже вел себя достаточно положительно, он практически все ссылки обнаруживал, но до такой степени, как работает ESET Note в новой версии, в пятой, не могу сказать про четвертую, но вот пятую версию, которую я тут тестировал, он показал просто идеальные результаты. Всего несколько сайтов удалось запуститься, и то это сайты были, ну, скажем, под вопросом, неизвестно еще их, насколько и в чем проявляется их зловредность, просто я знаю, что они стоят в списке негативных файлов. Все остальные сайты были блокированы, как и вредоносные файлы, которые пытались запускаться, загрузиться из интернета. Поэтому за такую работу однозначно я считаю, ESET Note удостаивается VIP статуса, и я рекомендую его в работе тем, кто использует часто интернет и путешествует по вредоносным сайтам и вредоносным ссылкам и пытается запускать какие-то файлы. Ну, результат есть результат. Здесь могут сторонники других программных продуктов выразить свое несогласие. Я основываюсь только на тех тестах, которые провел сам. Как ведут себя другие продукты, мы увидим по окончанию других тестов. В данном случае продукт проявил просто великолепные свои свойства. Теперь, что касается разницы между 32-битной системой и 64-битной системой. Я считаю, если оценить и ту, и другую систему по качеству распознавания объектов, по качеству работы файрвола, я бы все-таки склонялся в сторону 64-битной системы. Причины здесь я объяснить не могу. Я не программист. Но я считаю, что по качеству работы и по возможности защиты компьютера в связке оба продукта, которые находятся, они показали более лучшие результаты на 64-битной системе. Что говорит, во-первых, о том, что к 64-битной системе, я так думаю, не все программы, которые вредоносные в ней запускаются, способны запуститься. Это раз. Все-таки эту систему еще используется не настолько широко. Хотя всего лишь это дело времени. Я думаю, что рано или поздно 64-битная система будет стандартом. И мы уже будем говорить о другой битности. И то, что касается внешний вид и эргономики. Вы, наверное, здесь увидели тоже два ряда галочек. И статус VIP я даю именно слово «эргономика», но не внешнему виду. Попытаюсь объяснить, почему. Дизайн и внешний вид обоих продуктов изначально не направлен на какие-либо эффекты и какие-либо особо красивые модули. Изначально они построены таким образом, чтобы занимать как можно меньше места, видимо. Ввиду этого делается некоторое попустительство в графике и в эффектах. Точно так же, как вы, наверное, заметили, что у продуктов нет гаджетов. Не используют они их. Не тратят ни память, ни ресурсы системы на это. Поэтому в отношении внешнего вида это на любителя. Больше я бы сказал, что в частности эргономики именно оба продукта построены очень удобно и для профессионала, для любителя четко подстроить свой продукт просто и понятно. Ты входишь в антивирус, он является как бы, вот эта вот сама по себе программа является просто проводником к настройкам, где ты выставляешь определенные настройки таким образом, как тебе удобно. И каждая настройка отвечает за определенные действия. Ты легко их находишь, легко меняешь. Настройки достаточно объемные в том плане, что можно хорошо под себя подогнать любые нюансы. Меня они с точки зрения функциональности полностью удовлетворили. Поэтому за эргономику, за удобство работы с настройками и удобство работы самой программы, за ее простоту, я считаю, что они обе удостойны трех галочек, то есть высшего моего статуса, который я даю за хорошую работу. То, что касается внешнего вида, ну и здесь ничего не поделать. Простота, она всегда идет в ущерб внешней красоте. Поэтому за внешний вид я могу дать только две галочки, потому что все опрятно, чистенько, но без особых спецэффектов. Поэтому тут, извините, я не могу дать максимальный балл. Опять же, здесь все касается любителей, потому что кому-то нравится красивый внешний вид, кому-то нравится структуризированная работа. В некоторых продуктах это все, конечно же, сочетается. Мы знаем такие продукты, упоминать я их не буду, потому что каждый продукт, он является самостоятельной целостной единицей, про которую я буду говорить только при проведении его теста и стараюсь минимально сравнивать продукты. Но только в том случае, когда сравнение просто само собой вырывается и хочется показать и вот что-то объяснить, как вот в тесте работы в интернете в данном случае. Помимо всего сказанного, хотелось бы в целом еще добавить, что исходя из того, что связка проявила себя достаточно уверенно и интересно, я считаю, что целесообразно и желательно проводить тестирование таких моментов, исходя из того, что многие из продуктов, которые предоставляются вендорами, будь то фаервол или антивирус, у некоторых из них являются бесплатными, что для пользователей будет интересно, для тех, у кого материальное положение достаточно тяжелое, но использовать надежную защиту все-таки хотелось бы. Поэтому на вот таких тестах можно подобрать очень неплохие варианты. Ну, в данном случае, например, фаервол коммода, он бесплатен вместе со своей дополнительной защитой, что касается антивируса, то у ИСЭТа он все-таки стоит дешевле, чем комплексный продукт, и если вот эта связка, она жизнеспособна, работоспособна, то, соответственно, вам придется меньше платить, если вы выберете и будете ее использовать у себя. Единственным моментом, на который бы я еще хотел сделать обращение, является то, что на 64-битной системе в работе продуктов замечалось некоторое зависание, скажем, самого процесса работы. Включается, например, включаю я проведение тестирования, то есть проведение сканирования. Во время сканирования я вижу, что винчестер продолжает работать, программа заметно что-то делает, а отображаемая картинка зависает и ничего не производит, не отображает. Приходится принудительно перезапускаться. То ли это было связано с виртуальной машиной, то ли это было связано с какими-то моментами работы продуктов, здесь я сказать не могу на 100%. Я думаю, что в будущем при проведении своих тестов на реальной машине мы с этими вопросами поставим точку на «До». И, как я говорил в первой части, которую мне пришлось дописать, ввиду некоторых видоизменений в дальнейшем проведении тестирования, я постепенно буду переходить на проведение тестов на реальной машине, пока это будет фаервол, потому как не могу я себе позволить, нет у меня возможности на реальной машине тестировать за активное заражение. Вот, так рисковать я не могу. Но фаервол в принципе можно проводить, и я так буду поступать для того, чтобы тест был адекватный на 100%, и никаких вопросов не возникало, по крайней мере к тем мероприятиям, которые я буду проводить на основании имеющихся у меня программ и соответствующих тестовых сайтов. Теперь я, как обещал, я хотел продемонстрировать вам, тем, кто желает протестировать данную связку у себя на компьютере, показать, каким образом вы можете получить триальный ключ на месяц от официального представителя в России eSatNote на сайте virusofnet.org, где имеется специальный генератор и дополнительно имеется возможность получить ключ на все продукты, не только на eSat, на комплексный продукт, не только на антивирус, и не только на mobile security, а на все вместе. Поэтому давайте перейдем в интернет. Вот мы находимся на главной странице ресурсовирусовнет.org. Здесь мы видим с вами с правой стороны генератор ключей. Получить бесплатную лицензию для eSatNote32 Smart Security. Это для тех, кто хочет установить полную лицензию, то есть полную систему на 30 дней тестовый ключ. Здесь мы вводим свой e-mail адрес, имеющийся у нас. Вводим проверочный код, который написан сверху. И нажимаем кнопочку «Получить». Этого достаточно для того, чтобы получить, вот, пожалуйста, имя пользователя, триал, имя и пароль. Все появляется тут же, мгновенно и быстро. И также появляется сноска на загрузку дистрибьютива, нажав на которую, мы можем получить доступ к загрузке установочного комплекта с российского представительства eSatNote32. Вот, пожалуйста, мы зашли, и можем спокойно скачивать и устанавливать с данным ключом продукт. Если же мы войдем под каталог промо-акций, который находится с левой стороны сайта по навигации, то здесь в промо-акциях мы можем обнаружить пока еще на первой странице ключи для Note32. Вот такое вот сообщение, где мы можем получить ключи для Note32 Antivirus, eSatSmart Security и Mobile Antivirus. Для этого нужно зайти в данную новость. И вот здесь у нас имеются такие вот сноски. Пожалуйста, получите ключ на месяц. Note32 Antivirus. Нажимаем, попадаем на специальный сайт, который предназначен для того, чтобы сгенерировать для нас ключ. Для этого достаточно ввести сюда свой e-mail адрес, настоящий, естественно, нажать на генерацию и на интернет адрес вы получите письмо с ключом. Все достаточно просто и быстро. Точно так же мы можем получить ключ на eSatSmart Security. Для этого нажимаем в соответствующую графу и попадаем на соответствующий раздел официального сайта, где мы должны также ввести свой e-mail адрес и получить ключ на почту на 30 дней использования. И точно так же Note32 Mobile Antivirus. Мы тоже переходим на соответствующий раздел официального сайта и получаем соответствующий ключ. Еще один официальный сайт генератора ключа для оценочного использования. Здесь универсальная форма. Она заполняется несколько, потребует от вас большего времени, но смысл ее сводится к тому же самому, что и на быстрых формах. Здесь нам достаточно выбрать продукт который мы хотим получить для себя защиту. Указать свое имя, название компании, если соответственно вы являетесь представителем компании. E-mail адрес, повторить e-mail адрес и указать свою страну. После чего ввести и здесь вот это тестовое слово для того, чтобы подтвердить, что вы являетесь пользователем, а не спам-роботом. И после этого нажать на submit вы получите на свой электронный адрес соответственно ключ продукта. И вот здесь еще выкладываются ключи, официальные ключи для ESET Note32 Smart Security предоставленные компанией ESET. Их срок окончания указывается, когда заканчиваются они. То есть еще имеется уже готовый набор ключей, которые специально для данного сайта предоставляются официальным представителям для проведения тестовых работ с продуктом и определиться для дальнейшего его использования. Здесь при нажатии мы можем получить список этих ключей только в том случае, если мы зарегистрируемся на данном сайте, эти ключи будут доступны. Ну что же, на этом я свой обзор, тест заканчиваю. Результат получился достаточно интересен и для пользователей, и для любителей. Каждый может здесь почерпнуть что-то новое для себя. По крайней мере, я почерпнул новое. Мне было интересно проводить данный тест. Буду, наверное, рад проводить еще тесты вот похожего характера. На этом моя работа заканчивается. Еще раз акцентирую внимание, что оценивать данные продукты необходимо только вместе и только в связке, а не дали тот результат, который вы здесь видите. Каждый по отдельности продукт я пока не тестировал и буду проводить тестирование в дальнейшем согласно утвержденного плана. Всем спасибо. До свидания.